Ку-ку, ку-ку. Еще его, он пахнет еще японцем. Давайте я начну. А мы начали уже. Вы уже начали? В приподнятом настроении организаторы и кураторы фестиваля начали обсуждение программы. В этом году Владивосток в 15-й раз примет кинофестиваль Меридианы Тихого. 179 фильмов, 46 из которых дебютанты увидят гости за одну неделю с 9 по 15 сентября. Но Меридианы Тихого – это не только возможность познакомиться с почти двумя сотнями качественных кинолент, но и восполнить свои культурные пробелы. Насыщенную образовательную программу, мастер-классы, встречи и показы с известными режиссерами и актерами, а также выставку шведского фотографа-документалиста Андерса Петерсона подготовили организаторы. Приезжает Надежда Васильева, художник по костюму. Она же у супруга Алексея Балабанова. А у нас, знаете, вот вы говорите, 15-й фестиваль, чем вы отмечаете? Я думаю, мы отмечаем как раз тем, что фестиваль опять собирает и происходит продолжение режиссеров, актеров, которые что-то благодаря фестивалю и кинофестивалю вдохновившись сделали и возвращаются к нам. Меридианы Тихого делают доступными сильнейшие фильмы современности, приближая зрителя к миру киноискусства. Внимание достойны все 23 программы фестиваля. Стоит увидеть хотя бы по одному фильму каждой подборки. Только в конкурсную часть вошли 20 лент молодых режиссеров. А большая часть программы «Ретроспектива» посвящена творчеству Андрея Кончаловского. Интересно. На показах двух фильмов программы установят тифло-комментарии. Это закадровое описание видеоряда, составленное сценаристом и начитанное диктором. Это позволит слабовидящим ощутить кино буквально. Мы не видим смысла ставить в конкурс большие имена. Стараемся помочь молодым авторам заявить о себе. Ну и в случае их побед еще и получить некоторые деньги. Как вы знаете, призы у нас денежные. Фанни Ордан, Майкл Мэтсон, Лия Хиджакова, Фекла Толстая, Памела Андерсон, Сергей Жигунов, Алла Сурикова, Алексей Учитель. И это еще далеко не полный список гостей фестиваля. А вот имена ведущих церемоний открытия и закрытия пока держат в тайне. Открывать фестиваль будут на Приморской сцене Мариинского театра. Но ключевые показы и встречи с режиссерами, а также церемонию закрытия оставили в кинотеатре «Океан». Каждый день вы можете общаться здесь с актерами, друзьями и звездами. Вот на втором этаже площадка. Нам ее любезно предоставили до часа, до двух ночи. Там можно сидеть и разговаривать с людьми, которые гости кинофестиваля. Мы ушли из других площадок именно для такого разговора, памятного для всех здесь в кинотеатре. Показы короткого метра программы «Коротко многоточие» будут идти каждый вечер под открытым небом на набережной. Также из необычного – экранные версии китайской оперы и телевизионная версия спектакля Ефима Звенятского «Стена» в формате 3D. Как отметили организаторы, планку уровня международного фестиваля надо держать. А вот удался ли настоящий праздник, юбилей 15-го фестиваля, решат по окончанию сами зрители. Причем совсем скоро. Ольга Продан, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом. Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.